Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Силы Объединенной Европы Напали на нашу страну Принеся за почти 4 года Несметное количество жертв нашего народа И сегодня мы вспоминаем всех тех Кто не вернулся с этой войны Кто погиб за наше с вами мирное небо И вспомним их, помянем день памяти и скорби. Вечная им память. И огромное спасибо за мирное небо. Почтила память всех невернувшихся с той страшной войны председатель Совета ветеранов Марина Фролова. Всегда останутся события в этой войне. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Фроловой Марине Фроловой. Сегодня день памяти и скорби. Когда началась война, еще никто не представлял, что это будет самая кровопролитная война в истории нашей Родины, России. Вся страна поднялась на защиту. Рядом с воинами мужчины встали. Старики, женщины, дети. Всего погибло за годы войны больше 26 миллионов человек. Это более 40% от всех потерь в этой войне. Трогательные речи и воспоминания были произнесены на митинге у мемориала память. Небольшое стихотворение написано нашей местной буйской поэтессой Людмилой Федоровной Ивенской, которая рассказывает от нас о тех страшных днях. Я преклоняюсь перед мужеством людей, войну прошедших, переживших голод и похоронок, смертный холод и плач осиротевших матерей. Я преклоняюсь перед мужеством людей. И действительно, 22 июня 1941 года, это, пожалуй, самый черный день в истории нашей Родины. Начало самой жесткой, самой кровополитной войны. Этот день нам прежде всего напоминает о гибели миллионов наших сограждан, о разрушенных жизнях и разрушенных надеждах. В этот день мы чтим память и чествуем ветеранов, героически вставших на пути нацизма. Отдаем дань глубокого уважения к друженькам тыла. Важно, чтобы новые поколения хранили память о той Великой Отечественной войне. Это необходимо уже для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы знать во имя чего и благодаря кому мы сегодня живем. Всем собравшимся сегодня я хочу пожелать доброго здоровья и пусть небо над головой всегда будет нас мирным. 41-й, 22-е июня. Это черный день в жизни нашей страны и не только нашей. Я представитель другого поколения. Ребенок войны. Моя дата рождения 41-й год. И поэтому всех ужасов войны я не могу вспомнить, не могу испытать. И знаю только по воспоминаниям своих родных и близких. Мне сейчас очень горько и обидно, что вся история нашего государства перечеркнута. Снова стреляют пушки, снова взрываются бомбы, гибнут мирные люди. И очень горько осознавать, что весь Запад как будто сошел с ума. Забыл о том, что наши солдаты, российские, советские, освобождали этих страны от фашизма. Мне хочется пожелать молодому поколению, присутствующих здесь и ветеранам, чтобы над нами никогда не было войны. Чтобы мирно сияло солнце, чтобы всегда на душе были мир и покой. Но для этого нам надо, конечно, и самим потрудиться. Потрудиться и не забывать о тех, кто дал нам сегодняшнюю спокойную жизнь. Люди живы до тех пор, пока мы о них помним. И поэтому вот ребятам, которые здесь присутствуют, просто хочу сказать. Помните о тех, кто завоевал для нас свободу и независимость. Не очень. Невероятные люди вернулись с войны. Но они отстояли нашего войны. Они ценой жизни. Невероятные люди остались на отходе. Ценой жизни они отстояли наши войны. Нашу свободу и нашу жизнь. Сейчас тоже мальчишки наши сражаются на полях сражения у троих. И наша жизнь, наше счастье, наше новичие в них руках. Пожелаем им здоровья, успехов, мужества. Чтобы они были живы и чтобы они отстояли нашу Родину, Россию. Пожелаем им здоровья. 22 июня – одна из самых печальных дат в истории нашей страны. Торжественно-траурное мероприятие на Аллее Победы прошло буквально со слезами на глазах под патриотические песни артистов Дворца культуры. Дорогие земляки, уважаемые боевляне, уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны, дорогие ребята. Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем самую трагичную дату в истории нашей Великой России, в истории Советского Союза. 22 июня 1941 года, ровно 81 год назад, фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Война, которая длилась без малого 4 года и унесла десятки миллионов жизней наших соотечественников. Наших отцов, наших дедов, прадедов, матерей, бабушек. И сегодня мы склоняем головы в память об этом подвиге, о тех людях, которые отдали свои жизни во имя нашей с вами свободы, во имя нашего с вами мирного неба. Действительно, очень сложный, очень сложный этап в истории нашей страны. И мы должны помнить и не допустить повторения подобного на нашей земле. Вечная память, вечная слава тем, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу мир и свободу. И сегодня, уважаемые земляки, я хочу пожелать вам мирного неба, прежде всего, здоровья, счастья, чтобы всегда было вот такое же солнце, дети, чтобы наша страна росла и развивалась под мирным небом. Вечная память всем, кто отдал свои жизни. В 12.15 в День памяти и скорби прошла Всероссийская минута молчания. Вся страна склонила голову в память о погибших героях Великой Отечественной войны. Представители администрации, Центра молодежи, общественного света и неравнодушные жители города пришли почтить память погибших. Здесь перед собравшимися выступила представитель Думы городского округа город Буй Ольга Фелькер. Дата, которая всех нас сплачивает и объединяет в скорби. Это дата, когда каждый житель нашей страны должен подумать о той жертве, которую заплатил наш народ за победу. Мы с вами должны беречь эту память, хранить эту скорбь и передавать ее из поколения в поколение. Потому что жертва эта невосполнима ничем и никем. Мы будем с вами жить и стараться, чтобы такая трагедия никогда не повторилась. Хочется в этот день говорить всем мирного неба над нашими с вами головами. Мы скорбим и помним о подвигах наших героев, наших русских людей. Давайте же хранить вместе эту память и вечная память всем героям. Председатель Совета ветеранов Марина Фролова почтила память погибших ветеранов Великой Отечественной войны, напомнила о том, как важно жить в мире под чистым небом над головой. Митинг завершился минутой молчания в память о героях, отдавших жизни за Родину. Дорогие земляки, мы сегодня вспоминаем 22 июня 1941 года. Был обыкновенный воскресный день. И в 4 утра началась бомбежка по всей границе западной. А остальная страна жила обычной жизнью. Гуляли дети, делались обычные дела выходного дня. И только в 12 часов по радио объявили. Началась война. В этот же день был издан указ о мобилизации. И помимо тех, кто подлежал мобилизации, в военкоматы потянулись добровольцы. Именно патриотизм и жертвенность советского народа позволила отстоять нашу страну, нашу свободу. Враг не был готов к такому отпору, потому что европейские страны сдавались очень быстро. Сейчас это все воспринимается по-особому, потому что мы опять-таки живем мирной жизнью. А на Донбассе рвутся снаряды, гибнут люди. И мы видим по телевизору ужас и страх в глазах обычных мирных людей. Так вот, чтобы это прекратить, чтобы больше это не повторялось, что мы можем сделать? Это помнить о тех событиях Великой Отечественной войны и не дать переписать историю, как это сейчас пытаются сделать. Мирного Вам неба и всего самого хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok